здорово народ на связи как обычно мотосалон мотовектор волна нашего хайпа там на обзорах крутых продолжается да и мы как обычно самые последние моменты рассказываем про интересные тачки сегодня у нас на обзоре мотоцикл от компании бсе который получился крайне необычным в первую очередь тем что не обязательно вам покупать например какую-то злую водяночку там да например на регулируемой ходовке нам большой полноценной базе когда можно взять например вот этот вот замечательный мотоцикл сегодня у нас на обзоре мотоцикл bse t5 погнали первое что хотелось бы отметить это то что компания бсе у нас любит эксперименты и периодически привозят какие-то свои необычные моторы там кто давно в принципе знаком с этим брендом понимает о чем я говорю и наш сегодняшний мотоцикл не исключение этот мотор у нас от завода tian motors какой-то новый завод в китае который штампует двигателя для мотоциклов и что же в нем интересного здесь у нас архитектура немножко похожи на звук шимовский мотор но и совсем другой двигатель здесь 300 кубов 4 клапан цилиндр мощность порядка 27 лошадиных сил шестиступенчатая коробка передач в принципе из той обратной связи которую мы собрали по этому двигателю ресурса у него вполне себе достаточно отдача по мощности у него хорошая то есть не за такого что кто-то из клиентов у нас пожаловался на то что этот мотоцикл никуда не едет и ничего не хочет он вполне себе хорошо гребет отлично едет при том что это воздушка которую просто очень тяжело уничтожить в отличие например от водяных и этот же мотоцикл можно будет рекомендовать и новичкам в чем его большой плюс акте кто-нибудь пожалуйста мася от боли в суставах это бой оператор который заставляет меня на картоне приседать я уже старые по новой миша все хуйня теперь продолжим дальше за переднюю часть рассказывать первое что хотелось бы отметить колесная форма у нас 2118 резинка спереди у нас 80 на 121 чуть кстати не забыл отметить то что у нас мотоцикл копия ну как копия образа подобия большого взрослого австрийского эндуро поэтому вся геометрия слизана с них вот и как только сюда можно поставить какую-нибудь резинку пазлее допустим 90 90 21 радиус какую-нибудь хорошую брендовую или же например китайскую держаковую до чтобы ехать самых хардкорных эндуро участка да так продолжаем дальше спицы у нас 4 миллиметровые сразу по ним видно то что они у нас максимально жирнющие это говорит о том что диск ну реально держит нагрузки буксатор колесе у нас также присутствует наличие кто кстати смотрел наш предыдущий обзор минутка обучающего контента в мотосалоне мотовек так сейчас мы обратненько скручиваем колпачок и вот здесь уже гайка скручиваются если там ее кто-то притянул какой-то нехороший человек редиск то здесь она под откручены немножко и сейчас мы выкрутим и вот и кого-нибудь кто станет честным и молододетелем этого мотоцикла избавим от прокола камеры вот эту гайку стоять не нужно продолжаем дальше наш обзор пара у нас светодиодная 5 диодов в принципе фара светит фара светит неплохо не в небеса то есть четко перед вами в принципе дорога видно пластику на стандартно довольно таки неплохой то есть он не самый жесткий и не самый гибкий в принципе среднячок на опять же на несколько падения этого пластика хватает он свое отрабатывает защита рук у нас базе идет штатная комплектация это очень большой плюс потому что не все поставщики мототехники ставят такие вещи сразу завода тут пожалуйста купил мотик и тебе не надо вот эту штуку докупать как тюнинг прикольно интересно подвеска передняя у нас идет полностью регулируемые есть регулировки на сжатие на отбой по подвеске могу сказать что мы уже неоднократно проводили тест-драйв от компании bse мотоцикл т5 также в нем принимал участие как только могу сказать что на кроссовом треке на двух разных трассах мы проводили тест-драйв чтобы вы понимали вот такие мотоциклы они запускаются утром и глохнут вечером как говорится и то что у них заканчивается бензин не отменяет этого факта как говорится доливается бензин дальше эти мотики газуют и уничтожают так вот на кроссовой трассе этот мотик вполне себе отлично отработал показал себя с лучшей стороны кому интересно посмотреть как у нас ездили на т5 и т8 моделях у нас будет ссылочка сверху на видео можно будет посмотреть наш тест-драйв один из самых первых там движуха вообще четко было розыгрыш пита там короче ну вы поняли было круто теперь продолжаем наш обзор за заднюю часть расскажем что же у нас сзади прикольного 1 резинка она у нас не самая злая то есть резин 110 на 90 18 радиуса в принципе есть диапазон для дальнейших доработок и есть возможность поставить сюда 140 баллон маятник это позволяет можно но в идеале 120 какой-нибудь он ее рулежка дается держак зависимости от резины цепочка у нас всеми любимые золотая усиленная максимально говорят что ни один мальчик не может порвать золотую цепь не знаю так ли это напишите коммент вот по факту если опустить шутки это самая стандартная у нас 520 цепочка ничего скорых естественного нет она даже без сальников и есть возможность замены там поставить какую хорошую цепь у нас в принципе есть такие варианты и вообще забыть про этот узел просто чистить смазывать и все больше не подтягивать буксатор заднего колеса у нас также присутствует в наличии ступица звезды у нас 6 болтовая довольно таки распространенная если кому-то будет мало крутящего момента можно подкинуть сюда спокойно какую звезду побольше например и спокойно поливать но там нюанс конечно со второй передачи трогаться нужно будет на это уже другая история а мортик здесь мы его конечно не увидим но он у нас идет с уносным баком на прогрессии также с полным диапазоном регулировок можно настроить под себя и запомните ребята настройки подвески это не только кручение винтиков и вот на этом все регулировки подвески это всего лишь там 15-20 процентов успеха нужно еще вот ребята те кто занимается подвеской может поправить меня конечно комментариях а может согласятся со мной как минимум нужно еще заменять заводские жижи смотреть перепускные клуб она которые идут подвески короче там реально целый отдельный мир дальше наша одна из наших любимых рубрик но мы не часто используем наших обзорах выхлопная труба чек короче народ тут прям все очень хорошо вот прям вот ну почти четыре почти четыре вот три вообще четко со свистом залетает а вот четыре почти соответственно если ты любишь открутить гашеточку рядом с соседями будь готов к тому что в следующий раз тебя плетит ну вот такой кирпич наверное там не знаю виллы может быть что-то еще короче соседи тебя точно закидают сто процентов актер посадка давайте одним уверенным движением на где может быть и не совсем уверенным старость не радость есть все-таки еще уверенным садимся на мотоцикл напомню что рост у меня 180 сантиметров без порядка 72 килограмм и теперь по посадочке нюансы в целом чувствуется что мотик не маленький сразу то есть ну ощутим базу то что он прям здоровенький ктм узкая геометрия у нас по посадке по рулю чувствуешь себя как дома потому что в наше время очень много поставщиков мототехники делает именно под ктм закосы ну вот это прикольно то есть ну есть какие-то смежные черты дальше теперь пройдемся и посмотрим что же у нас тут по комплектации а по комплектации у нас здесь вообще все круто на самом деле значит на третье у нас здесь короткоходная ручка газа небе рейсинг грипсы у нас тоже небе рейсинг мягкие грипсы в принципе это большой плюс опять же ну лучше одевать перчатки будет удобнее защита рук это уже было сказано как бы рычаг тормоза перенит тормоз соответственно это все стандартно у нас рычаг самый обычный можно поставить какой-нибудь интересный откидушечку не ломайка 360 там ну вы поняли кнопочка стартера самая обычная кругленькая ничего сверхъестественного внизу у нас рычаг тормоза и стояночная стояночная водительская подножка в рычаг тормоза тоже сверх ничего сверхъестественного а вот подножки водители здесь уже бодрые максимально зацепистые по центру у нас бак бак объемом 6 половиной литров лучше собой немножко бензо возить чтобы наверняка доехать до дома горловина заливная у нас ушла немножко в сторону специально для удобства заправки бензом значит дальше по центру у нас место встречи лица и руля здесь все по классике она медненькая кто видел советы по тюнингу этой детали наших шорт можете посмотреть точнее кто не видел вот и замок зажигания он у нас трехпозиционный зажигание вкл и соответственно фара все здесь больше ничего сверхъестественного по левой стороне у нас тоже защита рук рычаг сцепления самый обычный можно поставить как тюнинг опять же откидушечку грипса системой лакона то есть она уже зафиксирована не провернется ничего все будет отлично небе мягенькая перчатки не забываем кнопка двиг стоп красненькая самая обычная ничего сверхъестественного рычаг переключения передач у нас уже стоит хороший тюнинговый алюминиевый выходит за пределы картера можно поиграться настроить под мото босс сделать повыше пониже ну вы поняли это все хорошо водительская подножка просто посмотрите на это какие тут жирнейшие зацепы в конце хотелось бы сказать что компания бы все у нас придумывает реально прикольные технические решения привозят интересную технику экспериментируют с моторами это один из немногих брендов наше время которые любят эксперименты привозят какие-то интересные необычные тачки в целом эти эксперименты вполне себе успешно также хочу отметить что этот мотоцикл подойдет у нас не только топовым продвинутым райдером которые у нас уже ездит мандура и в принципе понимают что это такое с чем-то едят но и новичкам потому что это воздушка ребята это воздушка полноразмерная хорошая энергоемкая воздушка помимо всего этого я бы хотел отметить то что мы являемся эксклюзивными дилерами компании б.с.е. в нашей необъятной республике у нас проводится полное техническое обслуживание мотоциклов гарантийная поддержка плюс ко всему можно у нас приобрести запчасти на мотоцикл б.с.е. саму технику б.с.е. экипировка аксессуары тоже конкретно с б.с.е. брендом помимо всего этого мы проводим разного рода мероприятия чего стоят они только тест-драйв мотоциклов которые мы уже второй год проводим от компании б.с.е. где у нас наружка поливает кайфует и угорает